Назначены управляющие жилым фондом. Теперь многоквартирными домами в Запорожье, теми, что не определились правом собственности, будут распоряжаться две частных и одна коммунальная компанией. Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома горсовета. Накануне комиссия подвела итоги конкурса управляющих компаний в тех домах, которые не определились с формой собственности. Таких в городе более трех тысяч. В остальных 800 созданы ОСМД. Основное требование к управляющим компаниям наличие своего ресурса. В итоге победителями конкурса оказались частные МРИЯ, город для людей Запорожья и коммунальный Запорожь Ремсервис. Этим решением дается указание департамент управления жилищно-коммунального хозяйства разработать, заключить и ввести в действие договора с управителями, а параллельно уже по заданию городской головы все структурные подразделения исполкома горсовета и тепловые сети, ну все коммунальные предприятия получили задачу и работают по поставленной задаче. Сегодняшнее назначение управляющих это не догма, чтобы все понимали. В соответствии с законом и с тем рынком, который сегодня существует, жильцы дома, любого дома, могут собрать собрание, если более 50% жильцов подпишут, без разницы ОСМД это, ЖСК или там, я имею в виду формы собственности на сегодняшний день, или просто собственники квартир, но пока еще не домов, могут себе отказаться от назначенной ими в соответствии с законом управляющей компании и выбрать ту или иную компанию, которая сегодня есть на рынке в городе Запорожье. Договоры с управляющими компаниями сроком на один год должны быть заключены в течение пяти дней. За нашим местом останутся только общежития. Городской голова признает, тариф вырастет, но части услуг жителям можно будет отказаться и тем самым сэкономить. Ясно также, что капитальный ремонт жилого фонда или, например, лифтового хозяйства ни одна управляющая компания не потянет. Так что эту сферу, а также подготовку к отопительному сезону городские власти оставляют на этот год за собой.